В общем, собрал себе полноценное сцепление на 230 шкив, немножко необычное, исполнение тоже необычное. Шкив полностью самодельный, наборной, друзья. Проточен под профиль А. Корзина АК, диск сцепления АК под первичный вал вазовской коробки, жигули. Вот, как-то так. Компактно, удобно, красиво. В общем, то, что нужно. Кому интересно, как я изготавливал, из чего делал и почему именно так, смотрите ролик до конца. Все подробно рассказал, показал. Проще не бывает. Друзья, всем привет. Продолжая тему самого, наверное, компактного сцепления, которое возможно сделать. Ну, по крайней мере, делать я это буду первый раз. Я не скажу, что я прям супер что-то там открою. Но, тем не менее, буду делать на базе АКовского сцепления под шестерочную коробку. В прошлых видео я показывал, как перешлицовывается диск сцепления. Вот он на первичный вал шестерочный, не разбирая самого диска. Вот он диск АКовский, который на первичный вал, так, на пол шишечки только садится. В общем, никаких проблем у меня не возникло. Я сделал таких дисков два, потому что буду еще собирать. Это не первый случай. Но, тем не менее, корзина АК, маховик АК. Сейчас его нужно будет немножечко доработать. Сточить вот этот вот полумесяц. Потому что, сами знаете, да, АК это кастрированная версия восьмерочного двигателя. Маховик немножко подушатан. Придется проточить эту плоскость. Придется подровнять эту плоскость. Чуть облегчить. В общем, погнали делать. Сам процесс снимать не буду. А короткими роликами показывать какой-то результат. Все, погнали. Друзья, и первым делом я меняю сто шестидесятый патрон на двухсотый, чтобы себе же облегчить свои же задачи по обработке данного маховика. Второй проход. Сделал три прохода, сточил. Это, друзья, четвертый чистовой. Дальше протачиваю обратную сторону. А вот и вторая часть, как говорится, марлезонского балета. Протачиваю под диск сцепления плоскость. Ну вот, друзья, маховичок проточен. По плоскости здесь, по плоскости здесь. В общем, то, что нужно. Диск становится, корзина также становится. Впрочем, ничего нового. Просто подровнял, убрал выработку, да и все. С этой стороны полумесяц, ну, понятно дело, сточил. Так, дальше. Что делаем дальше? Дальше делаем наборной, друзья. Наборной шкивок. Вот сюда. Так как маховик из чугуна, и в дальнейшем также буду использовать чугун для шкивов. Нет ничего проще, как взять девяточные. Я буду брать девяточные тормозные диски. И использовать их в качестве наборного шкива. Непонятно. Сейчас все покажу. Все очень просто. В общем, друзья, отрезал лишнее под диска. А теперь растачиваю его. Ну, немножечко растачиваю. Все, друзья, все четыре блинчика проточены. Ну, где-то была выработка чуть побольше, где-то поменьше. Но, тем не менее, по внутри у них один диаметр. Так как точил по УЦИ, по наружу, соответственно, ну, может быть разный. Ну, не знаю. Все зависит от ржавчины. Тут вот проточены, тут не проточены. Такой себе. Поэтому сейчас приблизительно выставляю все ровненько. И внутри прихватываю сваркой. Ну, не знаю, там, либо в четырех местах, либо в трех. Ну, для чего? Для того, чтобы они не сдвинулись при сверлении. Сейчас мне нужно будет приблизительно, друзья, выставить маховик. Плюс-минус ровно отметиться, где сверлить, поставить на станок. И сквозняком пройти все четыре блина. Ну, понятно, без маховика. Потом лишнее буду стачивать. Что здесь, что со стороны, вот, с этой внутренней стороны. Да, и сварка заодно сточится. Но это когда они уже стянутся, скрутятся для дальнейшей обработки. Все готово. В трех местах прихватил. Вот раз, два и вот здесь вот три. Вот как-то так. Это для того, чтобы они держались, хоть как-то держались. А когда они скрутятся, а скручиваться не будут, друзья, с шесть-девятью болтами. Так что тут жесткости хватит. Итак, друзья, просверлил, будем считать, три отверстия, да, вот, центральных. Вот здесь должны стоять, я так понимаю, штифты. Но их, по крайней мере, не было у меня на этом маховике. Может, их достали, не знаю. Ну, центральные. Вот, как-то так. Сейчас мы их так немножечко сопоставим. Более-менее. В общем, смысл какой? Просверлил здесь восьмеркой, а здесь, я даже не знаю, какое, где мой штангелек. Где-то уже засунул. Сейчас найду, померяю. О, померял. А здесь шесть с половиной. Вот. Сейчас беру и нарезаю здесь резьбу М8. Дальше, друзья, значит, нарезал резьбу в маховике. Выточил три шпильки. Ну, резьба с запасом лишнее. Лучше на месте обрежу. Чтобы не угадывать. Это вот со стороны корзины будет стоять. Это здесь уже будет одеваться на барной мой материал для шкива. Подкинул, кстати, еще один блин. Ну, потому что они выработаны сильно, тонкие. Показалось маловато. Пускай лучше будет пошире. Там уже на месте разберусь. Вот, как-то так. Теперь остается все это дело одеть сюда. Блин, он такой увесистый получается. Ну, здесь половина еще сточится. Вот. Половина, говорю, еще сточится. Выберутся ручьи и облегчится. Будет легче в два раза. Все, одеваю и прикручиваю. И это уже прикрученный вариант будет на постоянке. Откручивать его не обязательно. Никогда. Так, прикрутил корзину. Просверлил ее здесь восьмерочкой, сверлом. И вот эти вот шпильки, как направляющие. Прижал сейчас. Также подумал, не буду тут сильно заморачиваться. Восьмеркой просверливаю все блины насквозь. Вот как раз по корзине. Потом ее снимаю, скручиваю болтами и в станок для дальнейшей обработки. Заморачиваться не буду. Направляющие есть. А это будут сквозняком. Подобрал болты хорошие. Сквозняком скручиваться, да и все. Никаких проблем. Все, сверлюсь. Шесть отверстий. Так, просверлил, скрутил. И, наверное, добавлю еще по одному болту посередине. Чтобы вот отгибаемость вот в этих местах, ну, по крайней мере, вот в этих местах, да, исключить. Исключить. Ну, вот и все. Добавил еще три болта крепления этих блинов. Получается, эти блины от тормозных дисков, да, будут держаться наглухо. И всегда шестью болтами. Вот эти, возможно, когда-то, которые казино будут крепить, возможно, когда-то будут сниматься. Ну, навряд ли. Итого, 12 болтов держат весь этот, друзья, бутерброд. Теперь можно его ставить в станок и протачивать. Здесь, как я и говорил, болты я подрезал в запад лицо. Так, чтобы ничего не мешало. Вот. Как-то так. Все, в станок. И стачиваю лишнее. Все стоит на месте. Поджал конусом. Так, чтобы все-таки для суппорта было место. Вот. И теперь сейчас стачиваю лишнее. Как с этой стороны, так и с внутренней. Вот за что я говорил. Приблизительно выставил. Оно сейчас вот прыгает. Ну, как начнет протачиваться. Станет все так, как нужно. Все блины прыгают по-разному. Вот. Как-то так. Все, друзья, идет снаружи съем. Он неравномерный. Поэтому присутствуют такие звуки характерные. Где-то больше, где-то меньше. Внутри проточил. Так, как мне нужно. Больше не буду. Над поперечкой проходит. Идеально. Все, друзья, готово. Проточил на 230. Этого достаточно. Меньше делать не буду. Иначе тракторок будет насаться, как у гориллы. У меня шкив стоит на 240. Но он там впритык-впритык возле рамы. В общем, сделал на 230. Так, чтобы он наверняка туда вскочил. И ничего нигде не мешало, не цеплялось. Сейчас нарезаю два ручья профиля А. Здесь позволяет расстояние посадить их так, как нужно. За образец возьму, друзья, шкивочек такой, литой. Они разные всякие. Ну, в основном размерчик у них. Здесь мне позволяет размер вытащить то, что мне нужно. Все, сейчас размечаю и нарезаю. В принципе, как говорится, финальный аккорд. Все, шкивок готов. Полностью самодельный. Видели, да? Все просто, но не быстро. Два дня убил, чтобы придумать и исполнить. Вот, на 230. Ручьи напротив ручьев шкива матоблочного. Все четенько. Так, как говорится, доктор прописал. Ремень садится полностью на всю глубину. Вот. Ремень померил 9 мм. Глубина здесь 11 мм. 3 мм еще с запасом. Вот, как-то так. Так что, будет все изюмительно. Ну, и отходы в доходы. Как-то так. Теперь можно будет все это дело снять. Запесочить. Собрать. И установить себе на трактору. Ну, и по сравнению с Жигулевским, да? Тормозным барабаном. Вот на 270. А точнее, на 275. То этот на 230. Ну, заметно меньше. Я не знаю, как показать. Так, ну и доработал ступицу. Сделал вот так. Четыре уха отрезал, проточил. Здесь проточил под опорный подшипник. Вот, соответственно, разметил маховик. Вот он отцентровался на подшипнике. Разметил. Засверлился, нарезал резьбу. В общем, будет все вращаться. Не так, как я всегда это делаю. А вот наоборот. Почему бы и нет. Все, можно собирать. Все записочено. Покрашено. Окультурено. Остается только собрать. Все, готово. Сцепление собрано. Вот так это все дело выглядит. Ступица. Останется сделать только крепление. Чтобы это все дело держалось. Вот. И поставить на тракторок. Под первичный вал. Вазовской коробки. Вазовской коробки.